Здравствуйте! Вы слышали такую теорию, что представители фармкомпаний хотят нас подсадить на таблетки, чтобы мы были послушными, чтобы мы работали с утра до вечера, приносили им деньги и без таблеток жить не могли. Все, абсолютно все, даже условно здоровые. Я не знаю, так оно или нет, но однозначно представители фармкомпаний хотят заработать денег. Да пусть на здоровье, так сказать. Другой вопрос и самый главный вопрос. Что мы получаем, покупая эти таблетки? Они нас калечат или все-таки лечат? Я вам сегодня расскажу историю про лекарство Элпида. Элпида. Оно достаточно дорого стоит. Что такого 7-8 тысяч? Прописывается она людям, которые являются носителями ВИЧ-инфекции. Вы понимаете, это серьезное заболевание, значит и лекарство должно быть серьезное. Кто-то про это лекарство говорит, что это прорыв, это российский прорыв. А я вам расскажу историю, как это лекарство за 10 лет или даже меньше, чем за 10 лет от молекулы прошло до препарата, который прописывают, приоритетно прописывают людям, носителям ВИЧ-инфекции. Есть в России такая компания ХИМРАР. Это целая группа компаний. Ее основатель и председатель совета директоров это Андрей Ивашенко. Был там еще такой Николай Савчук, когда-то был. И вот в конце нулевых годов они решили изобрести свое лекарство против ВИЧ-инфекции. Они создали такую компанию ВИРИУМ. Тут она не ВИРИУМ, тут она называется ЭЛПИДОЙ. Но это вот недавно поменяли. Эта компания заключает договор с компанией ЛЯРОШ швейцарской, медицинской, на разработку лекарства против СПИДа, которые вела компания ЛЯРОШ. Но решила, что это не ее, она будет заниматься другим. А вот давай ВИРИУМ займется лекарством против СПИДа, против ВИЧа. В 2009 году они получают набор этих молекул, этих вот лекарств. И уже через год они выбирают одну, одну молекулу, на которой они делают ставку. Говорят, что вот именно это лекарство будет тем самым чудом, тем самым прорывным лекарством. И уже в 2013 году Николай Савчук, давая интервью журналистам, говорит, что это прорыв, что это маленькое чудо. Что это лекарство уже в принципе готово к продаже. Уже оно прошло какие-то тесты. Да, эти тесты были не идеальны, там еще было много вопросов. Но уже хорошие показатели. И однако же в 2017 году выдается регистрационное удостоверение. ЛПИДа, она же Элисульфаверин, считается официальным лекарством, которое теперь можно прописывать, которым теперь можно лечить. В 2018 году Министерство здравоохранения уже рекомендует это лекарство к применению. Знаете, есть такие клинические рекомендации, которые готовятся Министерством здравоохранения, специалистами Министерства здравоохранения, как лечить те или иные болезни, то есть какой курс назначать при тех или иных болезнях. И вот в 2019 году Эльпида, Эльсульфаверин, он же ЕСВ, и вот он здесь видите прописывается третьим-третьим в очереди при особых случаях. Ну и нормально, хорошо, вот рекомендации где-то там третьи на очереди. Но ситуация меняется в 2020 году, когда в Министерство здравоохранения возвращается внештатным сотрудником, главным специалистом по ВИЧ Алексей Мазус. И тогда пишутся новые рекомендации, новые клинические рекомендации. И вот уже в новых клинических рекомендациях это лекарство Эльпида, он же Эльсульфаверин уже в приоритете, то есть уже в первой очереди. Обратите внимание на эти цифры С4. Это расшифровывается С, это слабая рекомендация, отсутствие доказательств надлежащего качества. С4. Это несравнительное исследование, описание клинического случая или серии случаев, исследование, случай, контроль. Несравнительное исследование. С4. Называется слабая рекомендация, все равно стоит в приоритете. То есть это лекарство прописывается первым. Что случилось? Интересно, да? Вот с приходом Алексея Мазуса. Я ничего не хочу сказать, просто очень интересно. Вы знаете, Алексей Мазус является председателем совета директоров Национальной вирусологической ассоциации. И вот в 2020 году, как раз тогда, когда он стал главным консультантом Министерства здравоохранения по ВИЧ, его дела, но не его дела, а дела компании, вот этой вот, этой ассоциации финансовые, как-то очень хорошо пошли вверх, вот судя по этому графику. А в 2021, как ракета стартанули. Если посмотреть на сайте этой ассоциации, на ее партнеров, то мы тут видим компанию «Вириум». Вот тут ее история, рассказывается про лекарства, про то, как оно прошло свой жизненный путь от рождения и до сегодняшнего дня. И это уже, конечно, не совпадение. Но, с другой стороны, Национальная вирусологическая ассоциация, с другой стороны, компания, которая производит лекарства против ВИЧ, почему бы им не посотрудничать вместе? Делают они, в принципе, одно и то же дело. Да, но есть еще один момент. Когда организовалась компания «Вириум», а это 9 апреля 2009 года, организовалась еще одна компания «Медбиотест», «МБТ», такой же день рождения, 9 апреля 2009 года. Сейчас она уже не существует, но посмотрите на вот это интересное имя. 98% принадлежало когда-то Александре Усковой. Это директор «Антивич Пресс», который тоже сейчас не существует. Потом она стала «Александрой Мазус». Это одно и то же. Что тут? Что тут? Совпадение или нет? Ну и это еще не все. Дело в том, что у Алексея Мазуса есть сын, Матвей Мазус. Молодой парень. И он в свои молодые годы уже является собственником компании, 33% ему принадлежит, компании «Авивир». «Авивир» компании тоже связано с химраром. Посмотрите, выручка какая – 2 миллиарда. Чем занимается «Авивир»? Главным образом зарабатывает на COVID-19. Там какое-то оборудование продает, ну вот еще всякие тесты. Быстрые тесты, клинические тесты, разные-разные тесты. Как-то много совпадений для одного фамилия, для одного Алексея Мазуса, для одной компании. Очень много как-то пересечений. И они еще не последние. Вы знаете, конечно, может быть и нормально такая ситуация, должны сказать специалисты, что как-то кажется, здесь есть некий конфликт интересов. Или не только кажется. Может быть, так себя смело ведет Алексей Мазус, потому что 7,5% компании «Авириум» принадлежит Евгению Максимову. Евгений Максимов – это генеральный директор компании «Финансовые системы». А компания «Финансовые системы», если мы посмотрим, видите, они Кипр, 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 ой. А в бывших собственниках числятся Валентин и Тамара Мантуровы. Возможно, они как-то связаны с вице-премьером правительства Российской Федерации Денисом Мантуровым. И я вам таки скажу, что скорее всего связаны. Потому что, если верить «Спарк», Евгений Максимов связан с Натальей Мантуровой. А Наталья Мантурова – это супруга Дениса Мантурова. И вот такие люди задействованы, пусть даже опосредованно. И, может быть, Алексею Мазусу нечего бояться. Все в открытую. Хочу еще вспомнить одно лекарство, которое называется «Афивавир». Это лекарство тоже производства химрара. И оно по уже сложившейся традиции. Это лекарство от ковида-19. Очень быстро было синтезировано. И очень быстро получило регистрационное удостоверение. И стало прописываться больным. Что? Эльпида получил достаточно быстро регистрационное свидетельство. Ну, быстро для такой болезни. Для серьезной болезни. Или же Афивавир. Который вот так вот тоже быстро получил регистрационное удостоверение. И вроде как бы вылечивает людей от ковида. Вылечивает, не вылечивает, но люди деньги тратят. Стоит оно там, кстати, около тысячи рублей. Какой вывод-то можно из этого сделать? Ну, вот как бы, понимаете, бизнесмены зарабатывают. Люди лечатся. Вот только лечатся или нет. Может быть, нет никакого лечения. Ведь с таким подходом и плохое, опасное лекарство может попасть на прилавки наших аптек. И мы, я, вы можете пойти завтра в надежде, что это лекарство, которое его только вчера изобрели, а сегодня его уже продают как самая лучшая панацея от всего. И вот когда ты смотришь, как лекарство от молекулы доходит до прилавка, до того, когда тебе врач его уже прописывает. Как оно может доходить и к что может доходить, то становится страшно. До свидания.